В Чебоксарах разыграли награды открытого Кубка главы по Республике по танцевальному спорту. Соревнования проходят второй год подряд. В этот раз они получили статус межрегионального турнира. Шикарные танцы, необыкновенная пластика и артистизм. Красота этих танцев завораживает. Даже министр культуры не удержался и начал снимать участников турнира на телефон. Две минуты на паркете и за это время необходимо выложиться на все сто. Судьи оценивают музыкальный темп, чувство ритма и даже то, насколько партнеры соблюдают дистанцию в паре. Ксения Бочек и Станислав Яриков одержали победу. К этому турниру, говорят ребята, готовились не одну неделю. Позади многочасовые репетиции. Готовились со временем, это все нарабатывалось. Соперники были очень сильные. Каждый день по три часа занимались. Моя Ксюша занимается бальными танцами с пяти лет. Она очень серьезно к этому относится. У нас подрастает еще одна ее сестренка, маленькая малышка, три годика. Она все повторяет, все движения уже сейчас за ней. А как ей дается, это очень тяжело дается, конечно. И надо успевать, и надо тренироваться, и внутренне себя подготавливать к этому. За награды турнира «Танцевальный фейерверк» боролись более 500 спортсменов из шести регионов страны. Конкуренция слишком серьезная. В копилке многих участников уже есть медали престижных чемпионатов. Надо очень сильно стараться. В стандарте стойку, а в латине стараться, чтобы корпус был впереди, бедры танцевали. Это официальный турнир, и победители наберут очки, баллы для того, чтобы повысить класс спортивного мастерства. Тем он и хорош, в принципе. Хозяева турнира не подвели. Чебоксарцы завоевали большинство медалей. Вообще танцевальный спорт в республике с каждым годом набирает популярность. «Танцевальный фейерверк востребован молодыми людьми. Молодежь всегда ищет, где же самореализоваться, где же найти себе любовное дело, так скажем, или в спорте, или в искусстве, или в живописи. И эти дети, конечно, они только будут делать доброе дело. Они будут любить своих родителей, бабушек и дедушек. Они уважительно будут относиться к любому человеку, который живет в нашем обществе». В следующем году организаторы намерены расширить географию турнира, а возможно и пригласить спортсменов из других стран. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев. Республика.